Итак, что мы вам показываем? Меня просто Максим попросил, Леша, сделай, пожалуйста, такой материал, какие ты модели собираешь. Потому что он примерно знал, какие модели начал собирать. Конечно, можно было бы, если была такая нормальная финансовая возможность, купить новые модели самолетов. Но они стоят очень достаточно немаленьких денег. То есть средняя нормальная модель самолета размера 1 к 48, то, что я собираю и думаю собирать, она стоит примерно 5-7 тысяч рублей. Сложновато. За эту сумму я себе куплю проще самолет радиоуправляемый, буду на него летать. Потому что можно задешевле взять. В принципе, можно практически двухметровый планер взять за такую же сумму. То есть тут надо думать, о чем идет речь. Я все-таки выберу для себя самолеты летающие, потому что это мне больше нравится. С другой стороны, где вот такие модели самолетов можно было бы взять? Ну, возникает вопрос. Я, естественно, попробовал все это дело решить через Авито. В Авито вбиваю модель самолетов и оттуда покупаю. Но возникает вопрос. Там тоже ценники весьма недешевые. А вот что вы купили дешево и красиво, это надо еще очень сильно постараться. В данном случае тот самолет, который я купил, прямо стоит перед лавой. То есть я их купил, грубо говоря, за 1400 рублей. Помните, предварительный Би-6, который я вам показывал, да? Ну, с такими крыльями. Вот, да-да-да. Это я все тоже переделал. То же самое мне прислали вот этот замечательный самолет, сделанный в ГДР. Ну, во-первых, мне это всегда в детстве нравилось, потому что я когда смотрел, мне так и нравилось. Я просто балдел. Что пришло? Да, вот пришел вот этот самолет. Но, как вы прекрасно представляете, мне пришлось его целиком переделать. Почему? Потому что на этом самолете он был покрашен. Вы сейчас покажу. Вот помните, да, вот эти вот... Коричневой краской вот этот, которая не краска, а этот был эпоксидка. Вот этот, он был такой сделан. То есть в этом самолете не было шасси вообще каковы. Вот, я решил его немножко сделать по последней модификации, которая у нас летала. Она у нас летала, естественно. Правда, там было еще немножко, но, к сожалению, таких декалей у меня не было. То бишь, мне, естественно, пришлось все это дело переработать по самые кривые помидоры. Самое забавное, что на этом самолете этот самолет был, как бы вам сказать, это все-таки предыстория Ту-144. Потому что в Ту-144 стандартные шасси, которые я вам показал, это были 8 на одно колесо, и заднее, и переднее, и переднее 2, естественно, было. Но, поскольку это был первоначальный вариант, у него ставились шасси не 8, а 6. То есть по 3, 2 пары на каждом колесе, которые убирались в крылу. Но я его решил переделать, потому что, ну, пункт номер один я бы не смог даже сохранить те декали, которые были, потому что пришлось все задирать. Представляете, да? Вот поэтому я его переработал и сделал под стандартный вариант шасси задних колес по 8. Самое забавное, что этих шасси не было в природе. Пришлось все это дело переделать. Самое забавное, а у вас P1, посмотрите, справа, да, справа от меня слышу будет от вас, вот. Это называется иллюминаторы переднего лобового стекла. Они были совершенно все, все пришлось переделать по-другому. Даже мне пришлось поставить одновременно вот эту штучку заднюю. То есть, ну, пришлось реально поработать. Да, 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 да. И в результате, в результате я его перекрасил, естественно, немножко чуть снизу. Но я не буду говорить, что это идеал. Нет, это достаточно идеал, достаточно красиво сделанный, но не идеал покраски. Почему я сейчас собираю самолеты? Ну, во-первых, я вам еще раз объяснил, я скоро буду красить машину. То есть, это, в принципе, нормально и будет замечательно. С другой стороны, мне не надо делать идеальный вариант под попадание в краску. Нет, не надо. То есть, он уже красивый и он мне реально нравится, понимаете. Это уже, будем считать, из моих моделей, это 41 модель. 42 покажу чуть позже. Там еще было интереснее, по самые кривые помидоры. Вот и все. А вот самое забавное, вот, когда я вам сейчас показываю, да, вот, иллюминаторы, их пришлось целиком заклеивать. То есть, представляете, сколько я их заклеил. Клево было. Да, 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 да. Вот, в связи с этим я еще раз говорю, после того, как я сделал эти модели самолетов, я скажу, что покраска машины, там, основных проблем не будет, естественно. То бишь, мы не будем говорить, что машина перекрашивается по-другому. Нет. Даже мы будем говорить о том, что машина просто так перекрашивается. То есть, без всяких тараканов и косяков. А, здесь пришлось поработать. Прикольно. То есть, мы сделаем. Сделаем, не торопясь, все будет красиво и ровно. И почему мне это больше нравится? А вот я расскажу. То бишь, сейчас будет немножко эпопея из того, что я прошел. Я примерно год и один месяц был сторожем. Я серьезно вам расскажу, что хуже сторожей не бывает в природе. Дальше еще интереснее. То есть, они меньше косячит, естественно, и дальше устроитель. Да-да-да-да-да-да-да-да. Вот. Потому что мне это будет красиво. Так что, фельдфебель, вам привет. Вот такие самолеты я собираю.